Здравствуйте, я Олег из Саратова с братом Рафиком. Немножко на рынке овощи и фрукты торгуем. У нас, знаешь, так вот, морозненько, снежок, солнышко было. Хорошо, в общем. Я все знаю, все понимаю, в любой вещи разбираюсь, в каждую из них вникаю. Жена Этери есть, мандаринка моя, хочет тоже все знать, все понимать. Этери, что ты меня спросил последний раз? Олег, Олег, эй, Путин что это? На Чукотке сегодня оказался, и как его туда занесло, эй? Да-да-да-да-да, ты только не шуми, я сейчас все объясни, не шуми только на весь квартал. Действительно, да, вот, понимаете, как получилось сегодня? Ну, неудобно немножко, да? Ну, шутка такая вышла. Он должен был отправиться вот это к жителям там, которые в электростали, там замерзают, в Подольске, там, в Химках, там, в других местах. К ним должен поехать, ну, где вот это, в проблеме у людей. Они там что-то напутали, Песков маршрутник такой указал летчику, вот. И его увезли на Чукотку. Он спал в это время, эй. И он выходит, когда это, в Анадыре, и говорит, эй, где я, слушай, это где эту, где электростали, это Анадыр написано. Он говорит, ну, вот как-то так вот, ну, не разбериха небольшая, ну. Он говорит, а, ладно, слушай, там холодно, тут холодно, какая разница, где я буду болтать? Вот, и разрешил эту проблему мгновенно. Ну, и вот он повели в Анадыре этой, сразу же это, достижение народного хозяйства, в теплицу. В теплицу, где там выращивают они травы, всякие, овощи. И там ему показали огурчики, в том числе, большие такие. Он такой хороший, твердый огурчик прям. Да. И прям вот оно все нарастает, да. Вот, он их щупал, радовался. Ну, правда, потом он сказал, вот этот директор, вот эта, теплицы, ну, они вот как-то вот свисают вот так вот. Нехорошо это как-то вот, ну, бездуховно. Ну, вы хотя бы их в носки наденете, вот огурчики, вот. Ну, чтобы, ну, не так стыдно было, как-то вот навевают какие-то они вещи. Вот. Потом он пошел лекцию читать. Ну, там общественно собралась эта чукотская, там, люди пришли послушать его, да. И вот он рассказывал о своей жизни, там, где он что учился, как он там работал, разведка его готовила, нелегальный разведчик был, вот. И выяснилось уникальная подробность, про которую мы даже не знали, не догадывались. Это таланты человека неисчерпаемые. Он у нас, знаете, кто еще? Вот он кто еще. Зачитил диссертацию, когда уже работал на гражданке по экономике. Кандидат экономических наук. Понимаете, плотник четвертого разряда и кандидат экономических наук. Плотник, экономист, такого в мире вообще нет нигде просто. Только он один такой. Там дальше пошел разговор, ну, о жизни. Как он живет, что делает, зарядку делает, два часа каждый день, там, спортзал, бассейны плавают, вот-вот-вот-вот-вот. И начал разговор о культуре. И он такие вещи сказал, он сравнил культуры западные, российскую, наши, вот, да, ну, не просто российскую, там, один маленький нюанс, да. Вот что он говорил. Современные мультики западного производства. Там все стреляет, скачет, там, бегает, через полчаса башка отвалится, вы же, от этого фильма. Как дети только это выдерживают. Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества и эмоциональное воздействие. Слушай, я вот после этих хвостов как-то немножко призадумался, да, закручнился, можно даже сказать. Ну, я готов поверить, что он сейчас сидит, смотрит современные западные мультики. На кассеты приносит видеомагнитофон, смотрит их. Но каким образом он может сейчас сидеть и смотреть современные советские мультики? Советский Союз, нет, 33 года. Что там с ним делает, это Песков и все остальные? Они что, приходят и говорят, вот, смотрите, вот, кассета, новый советский мультик? Он, о-о-о, буду смотреть его. Надо этот вопрос прояснить, они что там это позволяют, это, администрации президентов. Но, вот, знаете что? Мы все заблуждались. Мы думали, что всегда вот человек, президентик наш, закрытый там. Вот, никого к себе не подпускают, там только охраннички бегают, там какие-то. И все, он сам по себе, затворник, там, вот это. Пришел, там, ручкой помахал, поговорил. Нет, он говорит, я вполне себе человечный, контактный. Эй, с людьми близкими встречаемся, по пивку. Я когда, я редко, но, суки, встречаюсь со своими, там, одноклассниками, однокурсниками. И они часто смотрят на меня, говорят, мы, я, говорит, не верю, это ты или не ты. Эй, Владимир Владимирович, дорогой мой. Если твои однокурсники, одноклассники смотрят на тебя и говорят, мы не понимаем, это ты кто такой, а? Васильич ты, Павел Владимирович ты, Анатолич ты, Владимир Владимирович ты. То как нам понять, кто ты такой, а? В самом-то деле, эй. Фух. Понимаете? Получается, что мы имеем на выходе? Дедушка, 71 год, смотрит мультики советские, встречается с однокурсниками и одноклассниками, которые не понимают, кто он такой. Он еще плотник и экономист, кандидат экономических наук. Еще ему подарили там игрушку, лодку и медведя. В общем, вы как хотите. А это идеальный кандидат в президенты Российской Федерации. Я должен понять реально, что происходит в жизни. Поздно, дорогой. Поздно. 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 Поздно.